Особое мнение на 101FM Еще раз приветствую всех слушателей на волне 101FM в городе Кирове. Начинается программа «Особое мнение» на часах 13.07. Меня зовут Светлана Занько. Мой гость сегодня Илья Курагин, председатель совета директоров ОАО «Вятич». Здравствуйте, Илья Николаевич. Добрый день. Сразу хочу сказать, что у нас на сайте eho.kirova.ru есть вопросник. Есть форма, где вы можете задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Мы эти вопросы собираем уже с вчерашнего дня, и сегодня некоторые из них будут озвучены. И у вас, уважаемые слушатели, есть 40 минут на то, чтобы вы смогли тоже свой вопрос задать. Мы обязательно его транслируем в эфир. Илья Николаевич, изменения в торговле пивом, актуальные с 1 июля 2012 года. Уже как-то сказались на торговом процессе? Сказались как-то на ваших оборотах, доходах? Да, конечно, безусловно, они сказались на результатах кампании. На данный момент мы видим просадку по Кировскому региону. Это примерно 10-15% по продаже. Также точно мы ощущаем снижение продаж в других регионах, куда мы тоже пиво поставляем. Соответственно, есть определенные негативные последствия. А в связи с какими пунктами этого закона, что именно в этом законе сказалось на сокращении продаж? Вот что там? Запрещено продавать пиво вблизи детских, спортивных, образовательных учреждений. Это, мне кажется... Ну, это и так существовало, на самом деле. То есть это связано, в первую очередь, с тем, что, значит, большое количество... Ну, существенное количество институциональных объектов, киосков сейчас, к сожалению, не могут продавать пиво ввиду того, что они находятся на остановочных комплексах. То есть, насколько я знаю, там с 2004 года все разрешения, выдаваемые на временные объекты, они выдавались непосредственно вблизи остановочных комплексов для того, чтобы предприниматели занимались благоустройством остановок. Таким образом, получается, все эти вот, ну, свежие, скажем так, относительно свежие торговые места, они сейчас, к сожалению, не могут реализовывать пиво. И ввиду этого мы ощущаем, так сказать, вот это свежение. То есть именно за счет того, что ларьки сократились? Да, конечно. Вот есть комментарий на сайте от одного из наших слушателей, который пишет, я согласна с тем, что уберут комки с остановок, от школ, с детскими садами, но согласитесь, что прежде всего получают дети дурные привычки в семье, куда смотрели наши законодатели, когда с экранов телевизоров реклама пива просачивалась шипящими пузырьками в мозге малолеток. И с другой стороны, что делать небольшим магазинчикам, торгующим пивом, закрываться? Сколько людей лишится работы, пишет наша слушательница. Ну, как говорится, получается такой и вопрос, и ответ. Я даже не знаю, как на него, именно как среагировать. Но со второй части я абсолютно согласен, что по большому счету и устрадают люди, в первую очередь люди, которые там работают в этих небольших розничных торговых местах. Что касается рекламы и просачивания рекламы, и, скажем так, как-то влияние на невзрослых или малолетних детей. Ну, тут, естественно, конечно, есть определенные моменты. Но давайте тогда по-другому рассудим. Есть у нас такая прекрасная передача, называется «Дом-2», которая выходит на канале ТНТ. Есть прекрасная передача на МТВ, какие-то каникулы в Мексике или где-то еще. Включите канал ТНТ, пожалуйста, какой-нибудь «Камеди-клаб», где ругаются матом. Ну, или рекламу, я не знаю, там, Анны Семенович с различными. Да, мы знаем эту рекламу. Хорошо. Но вот с 2013 года, раз уж мы заговорили о рекламе, вступает в силу запрет на рекламу пива на радио, телевидении, в общественном транспорте тоже относится к рекламе пива в печатных изданиях для несовершеннолетних читателей, а также на первой полосе газет и журналов. То есть это что будет? Еще больший удар по пивной промышленности? Или все-таки будут какие-то способы другие? И что вы будете делать в таком случае, если рекламировать продукцию всем известными способами, прямыми, будет невозможно? Ну, политика, допустим, нашей компании, что касается этого вопроса, мы сейчас, в принципе, уже отказываемся от рекламы. Ну, то есть мы никуда особо не размещаемся, ни в газетах, нигде. То есть у нас продукт качественный, мы вкладываем в качество продукта. Вкладывали, вкладываем, и вкладывать будем. Соответственно, мы надеемся только на то, что потребитель все-таки отнесется здраво при выборе продукта и предпочтет качественный продукт. Что касается рекламы, ну, конечно, тут сложно ответить. Тут, наверное, какие-то будут другие способы. И, честно говоря, это сложная ситуация. Сейчас вообще мало кто понимает, что дальше будет, то есть какие будут ограничения в дальнейшем. Но сейчас уже поговорили о лицензировании, об ограничении объема тары. И тут даже звонили, скажем так, из одного издания и говорили, что какие-то кировские активисты вообще предлагают запретить продажу пива крепостью до 5 градусов. Непонятно. Вообще всего пива получается? После 5 уже запретили градусов и до 5 запретят. А что же будет? Безалкогольное. Будет водка и лосьон на основе перца. Это большая проблема. Это огромная проблема, считай. Давайте вернемся к ликвидации ларьков. Давайте. Вы сказали, что это очень ударило по продажам. Вы ощущаете это на себе. Но, кроме всего прочего, как говорила наша слушательница, что делать тем людям, которые торговали, пусть там этим пивом в ларьках, у которых теперь закрываются эти точки торговли, которые решаются работой и лишаются бизнеса. Что им делать? Куда им идти? Что бы вы им посоветовали? Ну, вот, вы знаете, вопрос такой достаточно сложный. Всегда советовать тяжело что-то. Буквально, может быть, дня 2 назад или 3 был на встрече с чиновниками. Не буду говорить, какими, зачем. И вот, собственно, задал такой вопрос. Ну, вот вы видите, как бы, ну, меры приняты, да? И вот как вообще? Давайте, говорит, год подождем и посмотрим. Мы, конечно, понимаем, что будет плохо, но год надо подождать. И что? Ну, то есть год надо подождать, пока посмотрят. Посмотрят и что решат, к чему придут. Ну, что-то решат, наверное. Ну, какой мелкий бизнес в современном мире, в нашем городе, давайте уже возьмем, человек может развивать, на ваш взгляд. Вы как бизнесмен. Что видите, какие ниши незаполненные? Вот ниши, которые предлагается занять бывшим ларечником, продавать в небольших торговых точках продукты местных производителей. Какие? Хлеб, молоко, яйца. Прекрасно, хорошо. Давайте просто поймем арендную ставку, заработную плату, налоги и различные другие расходы. То есть это бесперспективно? Ну, просто сколько нужно хлеба продать, чтобы это все окупить. Не знаю, сколько нужно хлеба. Потом потребность в хлебе, понимаете, ну, хлеб такой продукт, за которым не идут специально ларек, за ним идут в магазин, попутно купив там всего остального. У нас сейчас, ну, счастье или, к сожалению, огромное количество супермаркетов, где это можно все приобрести в комплексе, я не думаю, что человек пойдет в ларек за хлебом. Ну, у нас нет такой необходимости сейчас. Ну, когда-то была такая традиция в советские времена, я еще ее помню, но сейчас действительно очень трудно это себе представить. Ну, вы скажите, вот вы пойдете в ларек за хлебом? Если бы этот ларек стоял прямо около моего дома, и каждый день оттуда пахло бы свежим хлебом, наверное, я бы покупала его. Отлично. Да, я бы покупала, это точно. Но, к сожалению, такого не будет. Ну, вот что касается того, где, куда могут перемещаться эти люди, как должны выглядеть торговые точки, это тоже все из закона, который вступит в действие 1 января 2013 года. Торговля пивом разрешена только в пивных магазинах. Общая площадь складских и торговых помещений, которых не менее 50 квадратных метров. Какова арендная ставка сейчас на торговую площадь в Кирове? Можно прикинуть? Примерно, мне кажется, в районе 600 рублей за квадратный метр. Сейчас это примерно такой минимум, да, чтобы стать в хорошем месте, с каким-то трафиком, вообще с чем-то, да. А так, ну, доходит, я где-то слышал, до 2-х, до 3-х тысяч рублей. Особенно, понимаете, проблема в том, что такие небольшого объема торговые места, они популярны достаточно, и, скажем так, на них спрос большой, а их предложение ограничено. Да, кто их сможет освоить на самом деле при такой арендной ставке, при высоком спросе? Представляете, да вы платите там, грубо говоря, 2 тысячи рублей за квадратный метр, это примерно, если посчитать 50 квадратных метров, секундочку, это 100 тысяч рублей в месяц, это нереально, это нереально. То есть те самые ларючники переместиться вот в такие помещения 50 квадратных метров, при том, что они должны быть оборудованы сигнализацией, охраной, сейфом, кассовым аппаратом, будет невозможно? Ну, это же показывает, что люди просто сейчас закрывают эти ларьки или там пытаются их как-то кому-то продать. Все, я думаю, что да, но очень большое количество будет безработных людей. Из того же закона с 1 января 2013 года, который вступает в действие, пиво крепостью до 7% можно разливать и реализовывать только в бутылках объемов 0,33. Это стеклянная бутылка, которая требует больших затрат. Вот я перечисляю все вот эти пункты. Насколько я знаю, вроде как эту меру пока еще отложили. То есть это еще большой вопрос? Безусловно. А отстояли вы все-таки свои права на ПЭД? Пластиковую упаковку? Да. Ну, пока еще процессы идут, скажем так. Тоже год пройдет, и мы посмотрим, говорят чиновники, или что они говорят? Они ничего не говорят, мы же с вами на эту тему говорили. Но мы говорили с вами 2 месяца назад, ничего не изменилось? Я же говорил, что с чиновниками с нашими тяжело достаточно. Вот ситуация, она вот так вот стала, и все, и ни туда, и ни сюда. Хорошо, возвращаемся к рекламе. Если рекламу запретят в таком количестве, а я повторяю, что это радио, телевидение, общественный транспорт, печатные издания, журналы, газеты. И, мало того, еще говорят о том, что будет запрещена продажа пива на стадионах, или, возможно, уже запрещена она, я не совсем в курсе. Но вот в поддержку пива, его рекламы, высказывается руководство Международной Федерации Футбола, FIFA, поскольку пивные компании входят в число крупнейших спонсоров данной организации. Мы все это знаем. И, мало того, не только пиво, мы знаем, что и Формула-1 рекламируют известнейшие бренды. И что? Это все уберут с наших экранов? И что? Это запретят этим командам, в общем, рекламировать такую продукцию? И на чем же они будут жить? Я думаю, что... Ну, там, на самом деле, есть вопрос такой. Президент Российского футбольного союза Фурсенко в свое время поднимал его, что все-таки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году нужно какие-то все-таки послабления дать и начать все-таки продавать пиво на трибунах. Есть такая проблема. И международная компания пивные, они спонсируют, и FIFA, и другие организации спортивные. Иностранцы, конечно, смотрят на это все, ну, с таким, просто с недоразумением и не понимают, что происходит, потому что для них это удивление, как можно запрещать рекламировать там пиво, да, или еще что-то, да. У них, конечно, нет там открытой рекламы водки или крепкого алкоголя. У них есть нормально открытая реклама пива, которая идет в дневное время, никого это не смущает. И дети у них там все хорошо. Ну, это что касается морали, да. А что касается спортивных, я думаю, что, наверное, скорее всего, как-нибудь договорятся. А если не договорятся, ну, естественно, просто там эти компании не дадут денег, и, ну, сложность будет, наверное, какая-то. То есть это такие далеко идущие последствия с запретом рекламы пива. Ну, я не знаю. Я вот очень слабо себе представляю. Если вы не будете рекламироваться, то надеяться просто на то, что люди выберут хороший продукт. Вот мы же знаем, что реклама – это двигатель торговли. Какие каналы, кроме как рекламы, может придумать для того, чтобы продавать свой товар? Это сложно сказать, на самом деле. Это проблема у всех. Практически нереально сказать. Это вопрос, который повисает в воздухе. Ну, что, ходить по улицам, говорить, покупайте наш продукт – это тоже реклама? Ну, да. Кризис, который не только в головах наших чиновников, судя по всему, но и кризис, который набирает обороты во всем мире, он сказывается на всей промышленности, не только пивной. Вот промышленность уже разработала собственный план, как заявляют некоторые СМИ, на случай нового кризиса. Как выяснилось, он уже в полном разгаре, и некоторые эксперты программируют его пик, второй пик уже на осень этого года. Промышленность подготовила и приняла меры. Главная мера, как пишут СМИ, – снижение зарплат и рабочего времени. Это выяснил Институт экономической политики. Предприятия не ждут второй волны, они уже с ней сражаются. То есть снижают зарплаты и сокращают рабочее время. Вы неоднократно подчеркивали, что гордитесь своими кадрами, а эти меры, они непосредственно кадры задевают. Вы уже что-нибудь предпринимали в своей компании, на своем предприятии, или еще собираетесь только? Вообще, на самом деле, я считаю, любой руководитель, любой предприниматель должен каждую минуту быть в курсе своего производства или своего бизнеса и знать структуру его расходов, доходов, всего остального. Если посмотреть структуру наших расходов, то мы понимаем, что заработная плата в этом плане – это не основа для оптимизации. Есть немножко другие, более, скажем так, вещи, которые можно соптимизировать. Это, опять же-таки, энергопотребление различного рода. Это, опять же-таки, какие-то издержки, связанные с администрированием каких-то вещей, еще что-то. То есть в данной ситуации у нас достаточно высоко автоматизированное производство. Это раз. Во-вторых, очень специфично и нам вот так легко и просто людьми раскидываться. Но мы этим не занимаемся. Мы своих сотрудников компании любим, ценим, уважаем и поощряем всячески. Поэтому снижать заработную плату у себя в компании мы ни в коем случае не собираемся. А в части объема продукции и его цены? Вот по исследованиям того же Института экономической политики, к сокращению выпуска своей продукции готовы прибегнуть 43% предприятия и снижать цены 27%. Вы как на это смотрите? Ну, понимаете, у нас достаточно такой специфичный продукт. То есть получается, что мы вроде как бы и не хотим снижать и выпуск продукта, и что-то со ценой делать. У нас просто за нас делает это государство. Поэтому вообще, что касается кризиса, вот мы общались буквально с чиновниками. И получается, по показателям, наша компания за последние 4 года увеличила числение бюджета различных уровней в 5 раз. Мы увеличили свои результаты совершенно существенно. Это как раз период кризиса. Да. Это люди говорят, как здорово, у вас первое полугодие, так прекрасно, вы растете, все хорошо. Мы говорим, ну, отлично, только второе полугодие будет не такое радужное. То есть на самом деле у нас получается, все там беспокоятся о каких-то естественных проблемах, как кризис. А у нас получается проблемы такие искусственные, нам кризис создают. Поэтому я считаю, что оптимизировать, наверное, издержки будем как-то. Ну да, то есть вместо того, чтобы поддерживать производителя, ставят препоны очередные. И вот в связи с этим как раз перекликающийся вопрос с сайта наш слушатель пишет. Расскажите, как вы планируете диверсифицировать свой бизнес в связи с попыткой государства ограничить продажу пива и другого алкоголя и так далее, и в связи с наступающей второй волной кризиса? Вы будете диверсифицировать свой бизнес? Что кроме пива, кваса и воды вы будете выпускать? Ну, вообще... Недоумение такое. Это сложно сказать, что мы будем выпускать кроме пива, воды и кваса. На самом деле это целая жизнь, я считаю. Будем выпускать пиво, воду и квас. А что-то другое выпускать мы не собираемся. Создана рабочая группа по разработке закона об ограничении курения. Вы слышали об этом? Ну, что-то да, слышал о том. Ограничение курения будет сказываться и на цене продукта, и на местах, где люди смогут курить. То есть нельзя будет курить в общественных местах. Правда, непонятно, будет ли приравнена улица к общественным местам. Нельзя будет курить в барах и ресторанах, поскольку это общественное место. По опросу одного из кировских СМИ, 30% кировчан говорят, что такие ограничительные меры ничего не дадут. Что вы думаете по этому поводу? В Европе, во всем мире, кажется, уже давно ввели ограничения по курению. То есть там в барах, в ресторанах нельзя курить, в ночных клубах тоже. Ну, курение, понимаете, такая специфичная вещь. То есть это зависимость определенная, это, скажем так, болезни. Поэтому, ну, тут как не ограничивать, я считаю, что особо эту проблему как-то так не решить. Но это нужно делать? Безусловно, безусловно, это нужно делать, да, потому что очень много проблем явно с курением возникает. Если говорить о проблемах алкоголизма, там еще как-то можно более-менее что-то решить. Проблема курения, она такая явная и понятная, и результат из нее однозначный. То есть это рак легких и все остальное. Поэтому бороться с этим, конечно, нужно, наверное, делать какую-то пропаганду, да. То есть не просто ограничивать, но ввести какую-то пропаганду, пропаганду здоровую. Это, на самом деле, касается всего, и алкоголизма, и табакокурения, и всего. Пропаганду здорового образа жизни, ну, реально пропаганду делать, да. То есть не как у нас там, вот мы там делаем олимпиаду, да, вот давайте все спортом займемся. А где заняться-то? Ну, вот сейчас наши чиновники отчитываются, что в Кирове закладывается большое количество спортивных центров. Закладывается, хорошо, но мы с вами уже состаримся, да, к этому моменту, когда-нибудь достроятся, эти все спортивные объекты, если еще достроятся. А если завтра нефть рухнет, там, до 50 долларов за баррель, это все останется. У нас очень много, на самом деле, строя, которые не достроены. Вот тот же самый Ледовый дворец в Кирове-Чепецке, да, он очень долго стоял, да. И тем более, а я сейчас не понимаю, ну, хорошо его построили в Кирове-Чепецке Ледовый дворец. Сколько раз вы там были? Я ни разу там не была. Ну, отлично. На контакт вы еще ни разу не катались. А денег бухан немерен, да. Потом там строят плавательный бассейн на Коневе, да, еще что-то. Когда его достроят, достроят ли его, еще что-то. Обещают в кратчайшие сроки. Замечательно. Кто туда будет ходить? Ну, я надеюсь, наши дети будут ходить. Замечательно. Может, хоть они не закурят. Ну, меры-то какие-то нужно предпринимать? Меры, конечно, нужно предпринимать, но помимо того, что что-то запрещать, нужно что-то давать еще альтернативное. Например? Ну, например, давайте все-таки как-то будем делать пропаганду здорового образа жизни. Вот есть у нас детские сады, школы, институты, еще что-то. Но раньше как здорово было. Люди ходили в секции, их как-то туда завлекали, да. А сейчас в секцию придешь, извините, там, форму купить, это все купить, это очень дорого получается. И, ну, проблемно все. Допустим, взять там какие-нибудь бальные танцы, я просто своих детей вожу на это, да. То есть есть проблема в том, что, допустим, ну, не очень обеспеченные люди, у них дети, скажем так, они хотят заниматься бальными танцами. Но там начинается формула стоит столько-то, там, выехать стоит столько-то. Это практически сейчас нереально, бальными танцами заниматься. А человек-то хочет стремиться к этому, он хочет достигать результатов, у него сервения и желания. Ну, возвращаясь к тому, что могут ограничить места курения, такие как бары и рестораны, плюс ограничение продажи пива, например, или спиртных напитков в определенное время в тех же барах и ресторанах. Вообще, как курильщик пришел в бар, чтобы выпить кружку пива? Это же прям душевно выглядит, это, в принципе, уже, это какой-то символ даже. Ты берешь пиво, ты куришь сигарету, а тут тебе не покурить и пиво не выпить. Ну, сейчас слушатели продолжат, ругаешься матом и вообще все. Нет, ну почему? Вы же сами приводите всегда примеры Западной Европы, где люди приходят в бары и, к сожалению, теперь там запрещено курить, и что, они выходят на улицу? Ну, у них прекрасные условия созданы, то есть, по крайней мере, в Западной Европе не так холодно, как у нас там в январе месяце, да, и потом все-таки стоят зонтики какие-то, которые их укрывают от дождя, и тут же горелки, которые обогревают. Ну, то есть, условия какие-то созданы. Люди там, да, у них стульчики, они сидят, курят, покурили, обратно зашли. Ну, у нас просто с вами минус 30, поэтому, как бы, особо не побегаешь на мороз. То есть, получается, что у людей, у людей отбирать, сейчас нас тоже, наверное, будет осуждать, у людей отбирают маленькие радости жизни, там, кружку пива и сигарету, не предлагая ничего взамен. Абсолютно. Интернет еще скоро ограничен. Интернет ограничен, да, доступ информации, которая может навредить здоровью и развитию детей, например, это тоже, да, будет ограничено, и уже сейчас черный список сайтов создается, согласна с вами. Мы говорили о том, что вступили и еще вступят в силу законодательные меры по ограничению продажи распития спиртных напитков и меры по ограничению курения, и в то же время Государственная Дума пропускает в первом чтении закон о свободной продаже и применении короткоствольного оружия. Вы охотник или не охотитесь? Не охотник. Как относитесь к этой инициативе, к этому законопроекту? С оружием? Да. Ну, нашим людям вообще нельзя давать оружие. Почему? Проблема в том, что, понимаете ли, ну, это вообще идет в корне, ментальность человека русского, да, она такая, достаточно агрессивная, да, славянская, и поэтому, ну, там, сознательность у нас еще общества не на таком уровне, чтобы там свободно ходить с кольтом, там, не знаю, там, со стичкиным какими-нибудь, да, а если человек выпьет, да, а если человек, грубо говоря, там, поругался с женой, например, да, ну, всякие ситуации бывают, достал этот пистолет, застрелил жену, кого-нибудь еще, много же примеров, пожалуйста, вот, господи, как в Москве случай был, когда сотрудник милиции пострелял в магазине, просто, потому что поругался, Евсюков точно, да, поругался с подругой со своей, приехал в магазин, расстрелялся. И оружие было у него под рукой. Отлично. Он знает, что оно у него есть. То есть, вы понимаете, ну, как бы, всегда же нужно смотреть-то по реальному опыту, да, и это очень-очень много где показывает, что у нас люди как-то пытаются из травматического оружия друг другу глаза там выбивать еще что-то, там, убивать как-то, ну, давайте им еще раз дадим пистолеты. Тут ведь две основных... А смысл-то вообще этого закона? Два основных довода, которые приводят. Первый довод в защиту о реализации краткосвольного оружия. Зачем? Первый довод – это то, что человек, у которого есть дома краткосвольное оружие, будет чувствовать себя спокойно, и он будет чувствовать себя защищенным, учитывая, что выстрел не будет уголовно наказуемым, да, и здесь же, в этом условии, что человек, который захочет ограбить этот дом или напасть на тебя, он будет заранее знать, что априори, человек, на которого ты собираешься напасть или ограбить, он может иметь краткосвольное оружие, и это должно остановить нападающего. И второй, да, что, считаете, что это не... Ну, я просто логики не вижу в этом вообще никакой. Ну, как, вот приходит ограбитель, и он думает, смотрите-ка, там может быть оружие... Ну, есть реализация, пожалуйста, тревожную кнопочку нажал, три минуты, приехали люди тоже с этим же оружием, и все задержали. Ну, потом, подождите, ну, что такое, ну, грабитель, то есть, ну... Хорошо, а если вас застрелят из этого пистолета? Допустим, у вас пистолет есть, а вы с ним обращаться, но не научились. А грабитель, он немножко пошустрее. У вас выхватил пистолет, и вас же застрелил. Тогда мы продолжим обсуждать, чьи же интересы будет защищать этот закон, закон о легализации короткоствольного оружия после короткой рекламы. Программа «Особое мнение». Не переключайтесь. Особое мнение в эфире. Светлана Занькова, микрофона. Илья Курагин, председатель совета директоров ОАО «Вятич», сегодняшний мой собеседник. Мы продолжаем разговор по поводу легализации, возможной легализации короткоствольного оружия в нашей стране. Илья, вы говорили о том, что нашему человеку давать оружие в руки нельзя. И тем не менее, кто же с таким упорством продавливает этот закон? Ведь его могут принять уже буквально в начале следующего года. На самом деле у любого закона есть свой автор. Можно просто обратиться. Я, честно говоря, даже не могу себе представить, как это... Есть свой автор официальный, а есть и силы, которые стоят за ним. Что это? Это новое оружейное лобби складывается у нас в стране. Это новый источник доходов. Потому что ведь есть заявление о том, что казна получит миллиардные доходы от продажи такого оружия. Ну, может быть, и это, скорее всего. Но, мне кажется, есть еще другие мотивы. То есть очень много случаев того, когда люди, скажем так, имеющие отношение к каким-то высокопоставленным людям в различных правительственных, не только структурах, там, стреляют или еще что-то. Может, проще стрелять им будет нас с вами. Ой, как страшно. Ну, а что делать? Это страшно. Но это ведь может быть, правда? У нас ведь бронежилет лежит в машине. Я так уже подумал. Серьезно? Конечно. Как интересно. Ну, а как? Вечером ходишь, страшно жить. Хорошо, другой вопрос. Вы, конечно, слышали о страшной аварии, которая произошла совсем недавно на улице Воровского. Знаете о последствиях, которые она привела. Как вы относитесь к самосуду? Помните, что последовало, да? Отец ребенка, который в итоге погиб, приехал на место аварии, нанес ножевые ранения виновнику аварии. Потом была ни демонстрация, ни митинг, было шествие у травмбольницы с призывами покарать человека, который виновен в гибели мальчика, как относитесь к самосуду? К самосуду? Ну, с точки зрения, наверное, отца. Я просто сам отец, как бы, естественно, если произойдет такая ситуация у меня, не знаю, как я вообще среагировал на эту ситуацию. Ну, не знаю. Просто не готов. Потому что, ну, достаточно это такое, ну, это такое личное, достаточно это, ну, сложно. Просто сложно. Тем более, насколько я знаю, там, это единственный ребенок в семье. Поэтому здесь очень так сложно. Вообще самосуд в нашей стране, в связи с тем, что вот так накаляется... Ну, это, на самом деле, да, это реально, это адекватная реакция просто людей на то, что вот, ну, действительно, мы с вами живем в достаточно такой сложной стране, с сложными устоями, укладами. Это что значит? Когда люди не надеются на нашу власть, на то, что оно примет правильные решения, и таким образом демонстрируют власти свои требования, чтобы они принимали правильные решения и наказывали виноват? Вы знаете, проблема-то, может, даже не то, что во власти, да, проблема в законах некоторых. У нас, на самом деле, такие законы, наверное, распринимаются, да, вот мы только что с вами обсудили про оружие, да, но это бред полный, я считаю. Поэтому, знаете, по некоторым законам можно сделать все, что угодно, и вы будете вообще не виноваты. Это все зависит от того, насколько у вас хороший юрист, адвокат и все остальное, и насколько у вас... Ну, мы знаем такие примеры, да, в нашем городе тоже. Поэтому люди, глядя на это, не то, что какая-то, может быть, реакция на власть, власть-то чего, это просто исполнение закона, по большому счету, да, то есть, иногда раз разговариваешь с представителями, так сказать, правоохранительных корпусов, они говорят, а мы что можем сделать? Вот такие у нас законы. В то же время, там есть другие законы, но это не суть важна. В общем, это, на самом деле, здоровая реакция людей вообще на все происходящее. То есть, это кризис, который бурлит, который идет глубоко вообще в целом в социуме, в обществе. Потому что очень много несправедливости в законах, в каких-то механизмах, в каких-то, я не знаю, в каких-то отношениях очень много несправедливости. И реально, иной раз задумываешься о том, что отстоять свои интересы по закону или еще как-то, ну, не факт, что получится. Но иногда закон у нас работает так очень интересно и очень живо реагирует на... Ну, я же говорю вам, справедливость, как говорится, ну, она же так, такая гибкая достаточно вещь, и в основном, в счет, она на стороне, так сказать, вот, ну, тех, кто сидит с кольтом, у кого сила кольта там или чего-то еще, да. Вот насчет того, кого и как наказывать, не собиралась задавать вам этот вопрос, но вас именно почему-то спрашивают наши слушатели, каково ваше отношение к обвинению предъявленному Пусси Роуд? Пусси Роуд? Да. Вот, на самом деле, вчера на эту тему как раз общался. Я вообще человек крещеный, верующий. Вообще, по этому поводу, я считаю, ну, вот то, что сейчас происходит, это просто перегиб. Ну, по большому счету. То есть, сажать девушек там за то, что они там выступили в церкви, у алтаря, там, еще что-то, ну, в тюрьму, как бы, ну, мне кажется, это перегиб просто. А пусть это останется на их совести. Потому что, ну, в заповедях же гласит, что возлюби ближнего свое, как самого себя. Ну, давайте просто, ну, зачем вот это-то? Это же церковь, люди, ну, святое место. Потому что за последнее время, вот, очень столько интересного произошло в церкви, да, там, ну, там, допустим, конечно, нехорошо это говорить, но для меня, например, было такой большой трагедией, и просто, ну, я не понял, когда у нас вот батюшка один повесился, например, да. Вот в прошлом году было. Такая сложная вообще ситуация. То есть, понимаете, устои о том, что вообще церковь обвиняет, там, суицид какой-то, да, а тут вот батюшка, да. Сейчас эта ситуация спустирает по поводу того, что их, там, какие-то им обвинения появляются, там, еще что-то. Ну, отлично, просто дайте им, там, штраф административный, еще что-то, заставьте их, не знаю, там, отработать, там, вокруг этой же церкви, там, не знаю, что-нибудь покрасить, там, еще что-то, да. Они, понимаете, как бы, ну, люди сами же по совести по своей пускай лучше ответят. Ну, церковь, она же, ну, церковь всегда, она была отдельно от, там, от царя, от власти, от всего остального, да. Поэтому я думаю, что все-таки здесь нужно как-то, ну, эту ситуацию... Проявить милосердие. Да, безусловно, безусловно, мне кажется, так можно поступить. Вопрос с сайта, эхакирова.ру. Часто ли приходится дарить подарки чиновникам? Да, что-то мы с чиновниками вообще нечасто встречаемся. Да. Ну, подарки какие-то. Ну, очень же много среди чиновников каких-то таких знакомых, еще что-то, да, то есть просто, там... Подарки для бизнеса дарить приходится нечасто или вообще не приходится? Бизнеса какие-то подарки мы абсолютно не дарим, потому что, ну, а что у нас, вам подарок, пожалуйста, 700 миллионов рублей в прошлом году подарили, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, другого ответа, собственно говоря, мы не ожидали. А как вообще относитесь к чиновникам? Вот сейчас опрос проходит, по-моему, на сайте бизнес-новостей о том, что, что вредит вашему бизнесу, и как раз чиновники имеются в виду, там, и бюрократия, некомпетентность, того, что не можете достучаться, или все-таки бизнесу больше, у бизнеса вашего больше проблем не в чиновниках и взаимодействии с ними, а кадры, по-моему, там, оборотные средства, вот из этого что бы вы выбрали? Нет, с чиновниками есть сложности, скажем так, они такие существенные, скажем так, даже, может быть, оборотные средства как раз у нас и хватает, и с кадрами, ну, как-то что-то еще решаем, да, с чиновниками достаточно тяжело. И вот мое личное мнение, я считаю, что все-таки в нашей стране их очень много. Слишком много чиновников? Да, я бы их, наверное, раза в три или в четыре сократил. На самом деле, смотрите, прекрасный есть опыт вообще организации структуры всей этой власти и всего остального в Грузии. Вот это прям, ну, прекраснейший опыт. Что касается, допустим, полиции, да, у них полицейские участки, они там из стекла, там, все прозрачные, допросы ведутся, все, полицейские получают хорошую заработную плату, да. А есть такие ситуации, когда там, допустим, если экипаж какой-то, два полицейских, их постоянно меняют, да, чтобы боялись, что один на другого может настучать. То есть, прекраснейшая сделана американская система. Я считаю, что у нас в стране очень много чиновников. Правильно же сказали, что вот, допустим, смотрите, взять какой-нибудь там малонаселенный регион, да, а там вот всех вот этих вот чиновников, так же, как в Москве, да. Да, поэтому я считаю, что в этом плане вот начинать нужно как раз оптимизировать наши расходы, нашего бюджета именно с того, что сокращать количество чиновников. Все эти отговорки касательно того, что у нас столько много работы. Ребят, ну, это все делается очень просто. Давайте возьмем процесс, там, например, любая там регистрация, сделки, там, купли-продажи квартиры, да. Во всем мире это давно уже все выведено в нотариат. У нас идет какой-то бред, да, там, регистрационная палата, потом там еще что-то. Зачем? Просто есть нотариус, приходите к нему, кладете деньги, все. Мы сократим как минимум четырех человек. У нас делает это один нотариус, а за счет этого мы сокращаем четыре человека. Восемь свободных рук, которые готовы, я не знаю, там, строить заводы, дороги, дома, все что угодно. Коров, да и там, детей в садике. Нет, ну, вот сейчас наше правительство хочет, хочет бороться с коррупцией среди чиновников и хочет отогнать часть чиновников, видимо, от власти. Нет, я имею в виду сейчас закон, который тоже выдвигается Единой Россией, насколько я понимаю, о том, чтобы чиновники при власти не имели никаких активов за рубежом. Скажите, пожалуйста, давайте на вопрос такой ответим. Вот смотрите, новогодние праздники, да, у нас же чиновники не работают 10 дней. И что мы, как, не выжили или еще что-то. Ну, не работают они 10 дней. Это к тому, что их слишком много, что нужно поменьше. Это может быть на самом деле, а давайте эксперимент, просто на пять дней просто закроем, ну, то есть вот так вот, ну, администрацию. Солнце не погаснет. Конечно, не погаснет. А что все-таки по поводу активов, как вы считаете, то если чиновникам запретят иметь активы за рубежом, это каким-то образом скажется на том, что люди перестанут хотеть идти в власть? Или они будут искать просто другие пути регистрации своих активов? Я думаю, что второе. Второе? Конечно. Но просто, если мы возьмем пример нашего города, мы знаем, что в администрацию города в этом году пришло много людей из бизнеса, людей состоявшихся, новая такая живая кровь. Взять, допустим, главу Ленинского района. Да. Алексей Вершинин. Алексей Вершинин. Который борется с лариками. У нас в студии. Так. Да. У человека есть бизнеса, достаточно богатый, но он пишет это все. Он как раз и говорил, что он пришел во власть для того, чтобы самореализоваться именно в новой сфере. А мы не можем на улице Блюхера дорогу уже отремонтировать лет 8. Ее сегодня как раз принимали, кстати. Да. Дорогу на улице Блюхера. Что-то плохо принимали. Были на ней сегодня? Нет? Каждый день не по разу. Наверное, не тот участок. Да, а потом там еще есть прекрасный деревянный дом на улице Блюхера, который что-то тоже снести никак не могут. Нет, так и все же. Вы уходите от вопроса. Все-таки вот этот закон. Так вопрос о том, что зачем люди идут во власть. Да? А вот, ну, на этом... Ну, он же уже состоялся, раз уж мы взяли. Отлично. А зачем тогда просить на праздник там с Димой Маликовым, день там района там, или что там, юбилей? Вы ему предлагаете и собственного бизнеса. Ну, он же пишет, что он богатый человек. Ну, один человек не может прийти и кормить целый район. Правда же? Он говорит вам, как коллеге по бизнесу. А значит, у меня глава не знает Ленинского района. Я как не справлюсь. Да? А вы будете баллотироваться? Нет, если предложат там, так сказать, что-то сделать полезно. Ну, в общем, это, как говорится, такая, ну, я чувствую, такая скользкая тема, да, в этом плане. Но все-таки вы считаете, что вот этот закон, он никоим образом не справится на желание бизнесменов прикинуть власть? А у меня, слава богу, в этом году получился такой колоссальный опыт общения с чиновниками за рубежом. Это немножко вообще совсем другие люди, да, то есть люди, которые приезжают, допустим, в Германию, да, скупают активы, которые, ну, когда приходят там бутик Шанель, например, да, для них там 50 тысяч евро потратить, как бы, ну, не проблема, да, там в ресторане потратить 10 тысяч евро за ночь тоже не проблема. Поэтому, ну, понимаете, как говорится, то есть, ну, а чего они там, куда они во власть-то не пойдут? Ну, вот уже вот так вот привыкли. Конечно, будут скрывать, что? Есть же там различные системы владения, там, офшоры, там, еще какие-то, ну, что вы? Будут скрывать. Последний вопрос, который я задаю в ходе сегодняшней нашей беседы. Вы говорили мне, когда мы с вами встречались в июне, что собираетесь устроить праздник пива в Кирове и привезти шнура. Да. Это не состоялось? Нет, я вам объясню, почему. Почему? Смотрите, чиновники, опять же, да, ну, такая интересная ситуация, то есть, мы, все, написали заявку, все здорово. Говорим, хотим Александровский сад. Нам говорят, проблема в том, что, значит, как мы его будем охранять. Ага, проблема в том, что как мы его будем охранять. В общем, там ситуация была такая. Вы, говорит, проведите праздник в Александровском саду, а потом концерт, перейдите на стадион Динамо. А что? Шествие вы устроили, как вы это делали по улице Карламарца? Напротив просто, там напротив. Так, это вас не устроило? Ну, там начали такие вещи говорить, а вы, если поломаете лавки, это штраф в миллион рублей. В общем, как говорится, ну, всячески нас пытались от этого отговорить, да, и предложили нам такой вариант, с которым, конечно, мы не могли согласиться. Поэтому мы не станем... Снова на улице Горького опять? Ну, да. За котельной? За тепло... как это? Так будет ли праздник пива в нашем городе? Я думаю, что нет. Очень жаль. Это была программа «Особое мнение» на волне 101FM в Кирове. Меня зовут Светлана Занько. Сегодня нашим гостем был Илья Курагин, председатель совета директоров ОАО «Вятич». Напоминаю нашим слушателям, что теперь вы можете задавать свои вопросы нашему гостю на сайте eho-kiro.ru в разделе «Анонсы». Пожалуйста, следите за тем, какие программы у нас выходят, какие гости к нам приходят в студию, и мы будем очень рады их озвучить в эфире. Всего хорошего. До свидания. До свидания.